Итак, мои дорогие, у нас среда и время прямого эфира. Сегодня теоретически у меня так достаточно сильно ощущаются ягодицы, ноги, как вы себя чувствуете, можете ли выходить сегодня. Вообще, насколько я поняла из практик, что заходит, что вам нравится, замечаю, что многим очень важны ягодицы. Очень многие отзываются и видят результаты по состоянию груди, многим нравятся и видят результаты по состоянию вот этих вот крылышек, и также я вижу, что есть отклик по внутренней поверхности бедер. Учту во внимание во время наших регулярных занятий 4 раза в неделю, понедельник, вторник, четверг, пятница, все по 20-25 минуток, сохраняю, чтобы вы могли посмотреть в любое время. Вот, вот так. И поэтому вот на эти зоны буду делать акцент. Также, конечно же, мы работаем, да, насколько можем в формате таком, когда я вас не вижу мышцы тазового дна, поэтому состояние половых губ тоже будет нам очень-очень важно. А сегодня я хочу поговорить с вами про влияние стресса на организм женщины и вообще поговорить про стресс. Мне кажется, это актуально не только сейчас, не только в такой период, но и в целом очень актуально, причем независимо от того, в каком мире мы живем. Вот, спасибо большое, хоть не прически и мейкап, хотя бы сережки. Вот, но еще платье мне тоже красивое, бархатное. Я такая вся в этом бадуаре, вся на стиле моего интерьера. Ульяночка, напиши мне, пожалуйста, тема нашей сегодняшней работы, как стресс влияет на женщину. А вы мне, пожалуйста, напишите, а какие темы вам вообще интересны? У меня есть своя программа, по которой я хотела рассказывать, но какие темы все-таки вам интересны в связи с такой заявленной темой? Вот, я вам честно скажу, что все, что вы видите на моем лице, это татуаж и инстаграмовая маска, которая дает немножко гладкость кожи и свет. Все. Без маски я вам не покажусь, по крайней мере, без косметики. Так, ну что, сегодняшняя, сегодняшняя тебя, стресс в жизни, тебя пусть будет тебя. Приклипеть комментарий. Супер, отлично. Пожалуйста, поговорите со мной. Есть ли стресс в вашей жизни? Как вы справляетесь? Что интересно в этой теме? Мне кажется, она такая вечная. Как управлять стрессом? Кто-то из вас писал в сторис, что тоже в комментариях, что тоже очень важно. Что вас лично интересует в теме стресса? Что могу точно сказать пока, да, пока вы пишете? Что стресс больше влияет на женщину, чем на мужчину. Во-первых, разные психические механизмы. Женщина, да, более выносливая, но ее тело гораздо более ранимое и хрупкое к стрессу. Поэтому хорошее выражение, что мужчина для работы, женщина для любви. Именно в том числе, потому что женщина сложнее, тяжелее, с большим ущербом для организма справляется со стрессом. Очень сильно это связано с состоянием мышечной ткани, ну и в целом как бы с устройством нервной системы. Следующий момент, который я хотела сказать, это что каждый человек по-разному справляется со стрессом. Тоже вы должны знать про себя. А у вас лично вот эта стрессоустойчивость, да, она на сколько влияет? Стресс – это реакция организма на любые неблагоприятные факторы из внешней среды. Они могут быть физические или психологические. Да, очень важны на самом деле выводы такой тоже нашей самоизоляции. У меня тоже выводы есть. Спасибо тоже, что делитесь. Правда, действительно, наличие меньшего наружного шума, то, что меньше людей и меньше каких-то разговоров о том, как должно быть. Да, ощущение какой-то легкости, большего понимания. Но для меня, что я лично хочу, когда мне не навязывают, что я должна хотеть. Поэтому, если у вас какие-то, да, именно инсайты самоизоляции, тоже пишите. Так, ну что, Таня, да, привет. Жизнь – один сплошной стресс, и так тоже бывает. Вот смотрите, мы начали тему, что у каждого есть свой запас прочности. Это тип нервной системы. То есть каждый человек рождается, и кто-то, неважно, мужчина или женщина, более стрессоустойчив, а кто-то менее стрессоустойчив. И поэтому вы смотрите на свою подругу, вы думаете, «Господи, как же она и то, и то, и то, у неё тут пятеро детей, и там больная мама, и она всё успевает и справляется. А у вас ноготь сломался, а вы уже плачете, и у вас всё настроение испорчено». Вот в этом смысле, да, нужно понимать, что первое, что у нас, на что нужно понимать, это «А какой у вас тип нервной системы?» Вот. Оксана отсыпается. Да, заедание, да, болезни от стресса. Согласна, согласна. Я честно вам скажу, что вот как конкретный момент, я тоже много ем, ну, разбираюсь, соответственно, тоже с психологом, почему сейчас так, хотя начиналась самоизоляция, очень даже всё хорошо было. Ну, в общем, жизнь, постоянная работа над собой, самоисследование, это очень здорово. Итак, важно оценить свою стрессоустойчивость. Как это сделать? Давайте вспомним сейчас всю свою жизнь, и как вы реагируете на ситуации, да, что вас не прошибёшь, да, про вас говорят, что вы такая, там, сильная женщина, бой-баба, да, непрошибаемая, вас выгнали с работы, вы глазом не повели, открыли ещё 10 новых проектов, вот. Поэтому, пожалуйста, сейчас давайте напишем в комментариях, вы себя к какому типу относите, более стрессовоустойчивых или менее стрессовоустойчивых, вот. Те, кто относит себя, ну, давайте напишем единички, кто более устойчив, двоечки, кто менее устойчив. Мне кажется, что на работе, в социуме мы всегда, мы всегда в какой-то роли, да, почему я тоже говорила о том, что мне очень нравится, что сейчас я могу меньше времени тратить на прическу и на макияж, что я не должна заниматься прической и макияжем, я могу от этого отдохнуть, и тем, чтобы одеваться на каблуках, идти на какую-то деловую встречу, что я могу в пижаме, в халате спокойненько ходить. Так, Надежда 3, а что у нас с 3? Наладились отношения с мужем, потому что, поэтому стрессов вообще практически нет. Супер! Два стремящиеся к одному, два и выше. Ульяна, я вот, кстати, вот подумала бы, вот. А как вы считаете, я к какому типу отношусь, стрессоустойчивая или нет? Ну вот видите, вот фильтр ушел, я теперь вся в пятнах. Катастрофа. Скорее 2. Хотя люблю, работаю, хороший коллектив. Но в любом случае, да, что любое общение, это все равно энергозатратно. Ну, считается, что для экстравертов нет, но на самом деле так. Я чисто отношусь к первому типу, у меня слабая нервная система. Я, правда, этого узнала довольно поздно, и поэтому всю жизнь жила так, как будто бы она сильная. Короче, все равно не переключается. Ну ладно. Так, да, так что я действительно проявляюсь часто как стрессоустойчивая, но на самом деле очень-очень, очень-очень нет. И вот когда мы это знаем про себя, то мы все-таки по-другому живем. Это важно. Вот те, у кого двоечка, вы знаете, что вы можете на себя больше взять, единички. Желательно создать себе тепличные условия, насколько получается, потому что иначе будут проблемы, проблемы со здоровьем, психикой, ну, собственно, вплоть до психических заболеваний. Потому что если мы берем слабую психику и нагружаем на нее вот такое количество информации, информации, событий, которые она не может переварить, то эта информация, она просто задавливает психику, и ничего не получится. Вот. Да, давайте мы все сделаем сердечки. Я, правда, не перевожу, но вообще это приятно, когда сердечки. Я с мамой разговаривала, говорю, мама, зайди, поставь мне сердечко. А теперь мы, я хочу, чтобы мы разобрали, как стресс влияет на организм, то есть на те моменты, которые вы сами можете контролировать, да. Действительно, когда стресс, мышцы лица жевательные, мгновенно напрягаются, жевательные, губы, подбородок, лоб. Это правда так и есть. Лицо наше первое реагирует, реагирует, и первое как бы влияет на стресс. Вот смотрите, в зависимости от типа нервной системы это влияние будет меньше или больше, но тем не менее все равно то, о чем я сейчас буду говорить, о последствиях именно в теле женщины, как стресс влияет на тело женщины, для всех одинаковой. И отдельная история, конечно, вот смотрите. Конечно, есть психологические моменты, как справляться со стрессом. Я думаю, что об этом важно и нужно говорить. Но если мы сидим прямо сейчас в самоизоляции, да, у вас пятеро детей, вы со всеми делаете уроки, то вам проще сейчас взять, снять последствия стресса и уже получить результат. И уже на эту освободившуюся энергию уже делать что-то психологическое, потому что с телом всегда разобраться проще. Именно поэтому я люблю телесно-ориентированную терапию, потому что через тело быстрее получить первичный результат. И уже дальше спокойно, полномерно разбираться в отношениях, в психологических причинах стресса, в том, как с тревогой разбираться и так далее. Стресс тоже очень разделяется. Есть негативный стресс – дистресс, есть позитивный стресс – эустресс. Например, влюблённость – это тоже для организма стресс. То есть он изнашивается именно, поэтому влюблённость не длится долго. Организм так экономит, бережёт силы. Мы не можем быть постоянно в состоянии эйфорической влюблённости. Организм устает. Уровень стресса, конечно, зависит от длительности, и длительный стресс может привести к депрессии. Депрессия – это неплохое настроение. Депрессия – это психическое заболевание, которое тоже делится на три уровня. Депрессия – лёгкая, депрессия – средняя, депрессия – тяжёлая. И из лёгкой депрессии можно выйти теми практиками, которые я даю, которые буду давать сегодня, когда мы фактически остатки стресса с тела счищаем, убираем, убираем, и можно прийти в хорошее состояние. И средняя депрессия уже сложнее. Нарушены социальные функции, вам сложно работать, вам сложно спать, вы не можете заснуть, вы постоянно раздражаетесь, вы не можете ходить на работу, вы срываете проекты. Нужно уже обратиться к психиатру, чтобы была какая-то дополнительная поддержка, и психотерапевту, чтобы разбираться с головой. Вообще, в целом, когда мы говорим про человека, почему я такая у вас и телесно, и психически? Потому что это две стороны одной медали, чтобы быть эффективными, важно уделять внимание и там, и здесь. Ничего не важнее, и то, и другое важно. При тяжёлых видах депрессии – это когда человек лежит и не встаёт. Он забывает есть, он забывает пить, и если его родственники не госпитализируют, он чаще просто умирает в тяжёлых формах депрессии, умирает от того, что он там не поел, не попил или что-то такое. Поэтому не стоит это слово «депрессия» употреблять неправильно в бытовом формате, или если человек говорит, что у него клиническая депрессия, то есть такая подтверждённая врачом, тоже к нему относиться. «Ой, да ладно, сходи в баню, и всё пройдёт». Я просто обожаю такие комментарии людей, которые не разбираются. Это, конечно, ранит и ещё ухудшает состояние человека. Так, это вот нам такая теоретическая база, о чём мы говорим. Так, да, а вернёмся мы теперь на этап стресса, да, на этап стресса. Что мы тут у нас, когда много человек плачет? Тоже это могут быть признаки лёгкой депрессии. Вообще симптомов много, да, и мы должны понимать, что не один симптом что-то значит, а всё-таки общий симптом что-то значит. И, скорее всего, да, если у нас есть депрессия, вот, например, я как психолог, я буду спрашивать, после какого события это началось, да, какое событие запускало вот эту ситуацию. Поэтому вы тоже можете про себя подумать, после чего, после увольнения, после развода, что всё, что произошло там год назад, например, да. Я всё время нервничаю. Это неуверенность в себе или нервная система такая с детства? Если вы с детства нервничаете, то, скорее всего, это нервная система. То есть не так, что у вас была какая-то работа, не знаю, на Уолл-стрит два года, вы покупали эти активы, пассивы, переживали, вас ругало начальство, и после этого вы стали нервной. То это приобретённое состояние. Если вы с детства плаксивая, ранимая, нервная и так далее, то это тип нервной системы. Честно скажу, у меня точно такой же. И именно поэтому я так много практик, как снять стресс, как быть устойчивой, где взять энергию, потому что у меня слабая нервная система, я нуждаюсь в том, чтобы в этих практиках, для того, чтобы себя поддерживать устойчивой, быть энергичной и не плакать всё время. Хотя, да, если ничего не делать, то, скорее всего, я буду вот как в этом описании. При снижении гемоглобина повышается предисположенность депрессии. Физическое тело очень сильно влияет на наше состояние. Почему я с него и начинаю с вами. Гормональный фон различного вида. Естественно, всегда анализы проверить, всегда хорошо поддерживать тело не только в депрессии, но и всегда, чтобы витамин D и всё остальное было в норме. Я сама витамины не принимаю, я стараюсь питанием компенсировать, потому что не хочется мне пропускать через печень и не очень верю в то, что это усваивается. Ульяночка, пиши по-русски, люди же не заканчивают психфак эндогенами. Напиши, что ты имеешь в виду. Спасибо, спасибо, ваша бусинка, очень приятно. Так я вас люблю, на самом деле. Мне кажется, в самоизоляции больше всего мне помогаете вы, потому что я сама-сама одна, а потом к вам вышла, поговорила, ваши отзывы почитала, вам всем прокомментировала, посоветовала, всё посмотрела, спину, и всё, мне уже хорошо. Ну как хорошо, какая у меня хорошая работа. Так что вы тоже мои-мои... Вы мои бриллиантики, это я вас уже давно так называю, просто не говорила никогда в лицо. Обычно вы у меня фигурируете в моих документах, как бриллиантики. Вот, итак, можно ли стать более устойчивым к стрессу, если большую часть жизни был стрессо-неустойчивым, или это самообман? Можно повысить свой уровень, как бы, свой уровень, да, потенциальный. Например, чтобы мне, чтобы мне, например, поддерживать, да, с своим низким фоном больше, с большим справляться, больше успевать, я в идеальном состоянии держу организм. То есть я не... у меня ровный позвоночник, то есть максимум, который может быть из нервной системы взят, он есть, что питание, сон, всё в норме, нету спазмов в теле. То есть как только, да, я запустила, у меня всё спазмировалось, я не забочусь о теле, то моя стрессоустойчивость резко снижается. Также мои девушки, да, которые у меня занимаются, я понимаю, что она нежный цветочек, да, мы начинаем заниматься, у неё появляется сила, да, это будет не такая сила, как у женщин, у которых изначально это есть. И они могут и бизнес создать, они могут и семью создать, да. То есть мы повышаем уровень физической энергии, а за счёт этого повышается и уровень психической энергии, за счёт того, что вы больше осознаёте, да, уровень осознанности повышается. И таким образом, конечно, женщины, которые ко мне приходят, которые ух, то когда мы им раскачиваем энергию, то тут просто я сразу предупреждаю, давайте аккуратно, не надо... водохранилище, господи, нефтехранилище, аккуратно просто будьте со своей энергией, они там заводы, пароходы, и просто, конечно, там такие объёмы, что у нас даже страшно становится. Вот. Но поднять эту стрессоустойчивость всегда можно и нужно, потому что, ну, я безумно жадная до жизни, вот честно, я очень люблю жить, мне всё очень нравится, и мне очень хочется много успеть, гораздо больше, чем это возможно. Поэтому я, конечно, эти дополнительные ресурсы буду всегда искать. Так, давайте вопросики. Так, депрессии могут быть спровоцированы биохимической поломкой. Нам Ульяна расшифровывает, это очень прекрасно. Да, депрессии, да, конечно, могут быть спровоцированы изне. Так, это всё я рассказала. Давайте перейдём теперь к телу. Не буду повторяться про то, что нам всем надо спать. Надеюсь, вы сейчас выспались. Не буду повторяться про питание, да, я считаю питание интуитивным, да, главное не перебирать по калориям. Честно отношусь к тем, кто постоянно худеет, потому что я гиперстенник, склонна к полноте, поэтому в какой-то идеальной питанияшести вы меня не увидите никогда. Это слишком больших усилий мне стоит, поэтому я буду такая в меру, в меру упитанная, здоровая женщина с мышцами. Вот. И про что я говорила? Я говорила, всё, всё пропало, всё забыла. Так, значит, про общепринятые моменты я вам говорила, да, также очень важный момент – тело не изнашивать, да, лучше заниматься 20 минут, но убойно, как мы это обычно делаем с вами на занятиях, и не изнашивать суставы во время тренировок, когда вы потеете, когда у вас учащается пульс. Я знаю, что многим нравится это состояние такого до седьмого пота. Ну, вы сами подумайте, но ведь это же износ всей вашей системы, да, сердечно-сосудистой системы, да. Это же мы почему-то вот, когда заботимся о платье, мы как-то понимаем, что платье имеет 10 выходов в свет, а потом там пойдут уже катышки, и всё, у него есть запас прочности. А почему-то, что у организма есть запас прочности, мы немножко забываем. Кажется, что чем больше, не знаю, дольше бежишь, тем на дольше тела хватит. Ничего подобного, колени, сердечно-сосудистая система при активных тренировках страдает. Что же делать? Выбирать другую форму тренировок, которая меньше из нашего тела, но даёт такой же хороший эффект. Так, я надеюсь, что давайте не подведите, давайте к концу карантина вы у меня все будете, занимаясь 4 раза в неделю по 15 минут в день, фитоняшками, здоровыми только фитоняшками, такими не худыми, не упитанными, без всяких дополнительных белковых коктейлей. Вот, поэтому на вас вся надежда. Много же чего говорят, часто то, что я говорю, оно противоречит тому, что говорят все остальные, но мы обычно это проверяем эмпирическим путём. На месте делаем эксперимент, вы занимаетесь только моими ощущениями до и после. И, в общем, сами выбираете, чем вы хотите заниматься. Я как убеждением не занимаюсь, потому что в этом нет никакого смысла. Ну что, опять я у вас без фильтра. Ну, в общем, держитесь, терпите, терпите. Как снять стресс? Первое, что мы снимаем стресс, мы снимаем стресс с тела. И нам нужно понять, где у нас в первую очередь спазмируются. Конечно, мы можем говорить, что спазмируются везде, и желательно, чтобы каждый вечер нам мужчина делал массаж, волонтёр делал массаж нам всех частей тела, от кончиков пальцев рук до пальчиков ног. Но, к сожалению, такого не бывает. Поэтому я хочу, чтобы мы прошли самые триггерные зоны, а там мы уже разберёмся. И вот я честно скажу, что я уже про них говорила, но мне важно сегодня ещё раз рассказать, потому что всё-таки в контексте, да, дать в контексте. Вы уже мне ответили абсолютно правильно, что спазмируются жевательные мышцы. Давайте мы их сейчас все вместе найдём, сделаем букву О и пощупаем наши жёсткие спазмируются жевательные мышцы. Вдоль ушка до угла нижней челюсти. Часто они жёсткие, болезненные при нажатии. Действительно, когда мы переживаем, нам нужно собраться, мы стискиваем челюсти, сжимаем зубы, и вы вспоминаете все наши красивые слова из русского языка, которые связаны с жевательными мышцами. Поэтому это наша первая триггерная зона, в которой нужно работать. Давайте мы сейчас с вами сразу что-нибудь с ними сделаем, да, раз мы ими занялись, да, пока у нас чистые руки. И, ну, по крайней мере, я помыла перед эльфиром. Давайте продавливать их снизу вверх, делая букву О. Вот сколько есть силы, столько продавливайте, столько челюсть не сместите, пожалуйста. Расслабляемся, и можно прямо сейчас почувствовать, как через как будто бы немножко ниже опустилось, стало немножко легче. У кого сильно зажато, вы, наверное, этого не почувствуете. Но кто уже делал какие-то упражнения, да, то можно почувствовать, что вам стало лучше. Напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, как жевательные мышцы. Кому-то может быть очень больно во время массажа, может быть просто прям невыносимо. Иногда бывает, что я смотрю кино, и я ручки вот так кладу на сочинение челюстей, и весом головы давлю. Так, чтобы у меня ручки воздействовали на жевательные мышцы. То есть такая ленивочка, вес головы давит, я кладу ровно вот где соединяются челюсти, вот здесь верхняя и нижняя челюсть, и я просто вот так вот ручки кладу, локти кладу на стол, и вот так сажусь, смотрю кино. У меня ручки расслабляют жевательные мышцы, и вот так можно сидеть, потом будет легче, и потом вот так вот разложить. Поэтому используйте все средства. Когда лицо расслаблено, вы очень быстро почувствуете, что у вас напряглись мышцы. Я знаете, даже так замечаю, что сначала я замечаю, что у меня напряглось тело, да, вот мышцы триггера стресса, а потом только начинаю думать, а что же такое произошло, что меня так напрягло, так расстроило, что мое тело уже отреагировало на это. Связь у нас сегодня. Варахлит. Да, сохраню. Не больно, но челюсть щелкает. Челюсть тоже не должна щелкать. Вот, каждый день расслабляю жевательные мышцы. Это очень хорошо. И я замечаю, что меня такого напрягло, что я, мое тело уже среагировало. И начинаю вспоминать, да, у меня как бы сначала тело реагирует, а потом осознанность. Тоже можете использовать это, верить своему телу, да, это и есть ваша интуиция, которая, да, мы говорим, что интуиция живет в теле. Это и есть то, что нужно. Следующая часть, которая у нас реагирует на стресс, это серединка груди. Почему серединка, да, потому что психосоматически, да, нам хочется спрятаться в такой кокончик, вот так вот сжаться, да, залезть в позу зародыше, и поэтому это место такое, оно становится напряженное. И поэтому те, кто у меня регулярно вот эту практику не делают, да, вам скорее всего сейчас отделить не кожу тоненькую, а мышцу от зоны декольте будет довольно сложно. Давайте обработаем вот эту серединочку, сейчас вот эту зону. Может ли быть бруксизм, бруксизм, по-моему, да, во сне из-за спазма жевательных мышц? Да, это очень частое явление из-за спазма жевательных мышц. Стачиваются зубы, стачиваются коронки, люди скрижещут зубами, когда стресс. Часто у мужчин-то вот человек засыпает, и вот у него он там скрижещет, у него там челюсти работают, напряжение выходит, дневное напряжение вот так вот во сне. Вот, все проблемы с зубами, все это жевательные мышцы. Когда стресс, да, я тоже самое, когда стресс мгновенно чувствую этот спазм. Девушки, переходим к следующей нашей зоне, да, вот эта сердиночка нашего декольте, движение захватили и оттянули. Хорошее качество тканей, это когда все ткани захватываются одновременно. Плохо, когда отдельно шкурочка кожи, отдельно жировая прослойка, а мышца там вообще вся заклеилась. Вот, поэтому обращайте внимание, да, я стараюсь, вот я тоже чувствую, что немножко расслойка ткани есть, но она не очень сильная, но чисто тоненькую кожу я захватить почти не могу. У меня всегда глубокие ткани тоже захватываются. Попробуйте мне, пожалуйста, обработать этот кругленький участок и напишите, как у вас дела, как ваши результаты по этой мы части. Оттягиваем довольно сильно, оттягиваем довольно сильно, оттягиваем. Стараемся мышцу отделить от грудной кости. Отделяем, тянем, 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 тянем. И пишем мне как результат. Я рекомендую не делать до синяков, делать до первого покраснения кожи. Дальше сильнее делать не нужно. У кого не захватывается, тем более вам нужно делать. У кого купероз, у кого мелкие сосудистые сеточки, то вам придется это упражнение отменить и использовать какие-то другие способы. Может быть валики, может быть какие-то поглаживания, вибрацию, что-то, чтобы не травмировать кожу. Но работать это нужно. Инди уже делает у меня на базовом курсе. Хорошие результаты благодаря выполнению моих упражнений. Очень счастлива. Не захватывается. Работаем, работаем. Очень больно, тяжело. Понимаю. И вот так вот расслабляем эту зону. Вообще мышцы лица, декольте очень связаны с мозгом. И поэтому, если вы хотите расслабиться, вы наверняка знаете, что достаточно человеку погладить по массажным линиям. Прям можно на кремик. Можно вот так, вы когда на крем наносите, гладьте себя. Потому что вот такие прикосновения к зоне лица, даже нежные, они будут расслаблять и успокаивать. То же касается волос. Можно массажерами, можно даже гладить себя, подергивать за волосы. И это тоже будет расслаблять. Да, у нас эти якорь с детства, поглаживание по голове у всех есть. Ну и, конечно, снятие мышц с мышц, с триггеров стресса. Дальше я хочу поговорить с вами про живот и про две диафрагмы. Про тазовую диафрагму и про дыхательную диафрагму. Отлично, у Тамары зона декольте стала идеальной. Это очень-очень приятно. Да, вообще, когда слышу про грудь женскую, которая поднимается, которая становится красивой, вы мне пишете об этом постоянно. Я так счастлива, я даже не знаю, за что я больше счастлива. За улучшение формы половых губ или за улучшение формы груди. Да, вы можете это делать, упражнение между молочными железами, потому что спазм здесь есть, а молочные железы мы с вами не трогаем. Поднимаем этими защипами наверх. Можно делать. У меня тоже там оказывается спазм, тоже надо расслаблять. Итак, живот это наш такой загадочный орган. Мы все... Ирочка, привет! Мы все доциклены на том, чтобы его сделать худым, тонким, плоским, талией. Все помешаны на его внешней форме. Я вас понимаю, давайте разбираться с этим подробнее. Итак, тяжеловато оттягиваются. Если на лице есть сосуды, склонность, то на декольте могут появиться при этом упражнении. Сложно сказать, лучше посоветуйтесь с вашим косметологом, потому что все, что касается именно кожи, я сама тоже советую с дерматологом, с косметологом. Это их специализация, все, что на поры, точки. Я миологист, то есть я работаю с мышцами. Поэтому, да, могу что-то говорить о своем опыте, но все-таки считаю, что каждый должен быть в своем деле профессионал. Так, каждый день стало расслаблять плотизм, грудь стала мягче. Нормально. Вы имеете в виду, что тонус молочной железы стал мягче? Или объем появился? Тоже не совсем понятно. Так, ну что, возвращаемся. Отвечаю на вопросы. Пишите смело, спокойно, просто будем отвлекаться. Да, ничего страшного. Итак, живот, над которым все работают. Абсолютно верно. Если у нас в хорошем состоянии мышцы декольте, то с нашим овалом все в порядке. Если у нас спазмировано декольте, шея, то овал поплывет, появятся брыли, потому что напряжение идет по одной мышечной цепи. И на самом деле, если возвращаться, вернуться дальше, то спазмированный живот будет ухудшать овал лица. Тонус груди пропал не от этого. Напоминаю, кстати, что у нас во время оргазма вырабатывается пролактин, который устремляется к груди и дает до груди тонус. Поэтому добавьте оргазма. И если сомневаетесь, сделайте упражнение по видео. И пришлите мне, я посмотрю, правильно ли вы делаете технику, потому что можно где-то ошибиться. И еще обратите внимание на положение грудного отдела. Если там есть сутулость, то грудь на месте не будет. Поэтому наши любимые жучки, березки, другие упражнения на вытяжение, которые я даю вам регулярно, обязательно-обязательно делаем. Итак, животик. Как он у нас выглядит? К сожалению, макета живота у меня нет, так что будем представлять. Вот, животик это у нас, он начинается от тазовой зоны. Сверху у нас дыхательная диафрагма и животик окружен вот так вот тремя слоями мышц. То есть живот, то не только передняя мышца, а это три слоя наших мышц. Березки не делаем. Нет, березки мы не делаем, девушки не делаем. Там грудной отдел съезжает. Смотрите. К позвоночнику крепится глубокая поперечная мышца. Это наша первая мышца живота. С боков у нас косые мышцы. Это второй слой мышц живота. И прямая мышца живота. Она у нас, вот, кубики образуются именно ей. Это вот такая тоненькая линия впереди. Это прямая мышца живота. Третий слой. Снизу у нас тазовая диафрагма, сверху дыхательная диафрагма, которая под ребрами находится. То есть мы можем представить себе так, что животик наш это домик, тазовое дно это его пол, диафрагма это потолок и стеночки это наши три слоя мышц живота. Поставьте, пожалуйста, плюсики или сердечки, что эта часть понятна. Это очень важно, принципиально. Вы все должны понимать. Должны понимать, что перекачивание прямой мышцы живота будет ухудшать осанку, стягивать нижнюю часть лица. И вообще прямая мышца живота должна быть расслаблена, чтобы она не тянула лобок к ребрам. Если непонятно, то тоже, пожалуйста, напишите, потому что сейчас мы, если не разберем эту тему, то мы не сможем уже двигаться дальше. Супер, вижу, что все понятно. И следующая мышца, которая хронически напрягается на стресс из этих всех наших товарищей, это дыхательная диафрагма. То есть представьте, вот наше тазовое дно, диафрагма выглядит так же, но она сверху. Вот она снизу, вот диафрагма сверху. И при стрессе диафрагма опускается вниз на органы. Ну, фактически вот так. Вы даже сами абсолютно можете это легко заметить. Очень-очень легко вы можете это заметить. Пропадает аппетит, вырабатывается желчь. Вам больно в солнечном сплетении, покажу сейчас, да, где это. Вам больно в солнечном сплетении, вы чувствуете здесь. У вас обостряется гастрит на стресс. Да, еще раз, да, желчь выталкивается. Вы чувствуете, что есть не хочется, потому что диафрагма давит на желудок. И при пальпации вы чувствуете, что у вас, можно интересно делать, при пальпации вы чувствуете, что у вас вот эта вот зона, да, между груди, но ниже. Она у вас фактически не отделяется, да. Показать. Таким образом, дыхательная диафрагма у нас с вами проходит вот здесь, вот под ребрами. Пощупать ее можно, если пальчиками вот так завести до ребер. Пожалуйста, сделайте это сейчас все. Потрогали, 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 вот так под ребрами. Мне одной рукой не очень удобно. Мне бы хотелось, чтобы вы полностью руку засунули под диафрагму, под ребра, потому что это должно у вас прекрасно получаться. Также тест это хорошее легкое оттягивание этой мышцы, да, посмотрите. Легко, с легкостью я оттягиваю все смышечные слои, там ни жир, ни кожу, а именно ткани фасции, захватывая саму мышцу живота. И видите, легко, абсолютно нет спазма с диафрагмой. То есть мы прощупали вот так внутри, чтобы рука полностью попадала. Мы сделали оттягивание наружу, проверяя, да, чтобы вдоль ребер все спокойно расслабляется. И еще один тест. Мы встали в профиль и полностью расслабили животик, не боясь, что он будет у нас как у беременной. И эта зона должна быть не втянутая, не вогнутая, а кругленькая, как арбузик, как животик малыша трехлетнего. И весь животик должен быть как арбузик. Везде, где вы чувствуете вот эти напряжения, сейчас мы говорим про диафрагму, да, вот такая форма живота, это хронический спазм диафрагмы. Да, он потом идет на мышцы живота, спазм бывает, спазм серединки, низа живота. Но мы сейчас говорим про диафрагму, потому что она самая важная. Потому что это наша крыша, которая, если опускается, то она под собой покроет все, что есть в доме. Девушки, напишите, пожалуйста, как ваши диафрагмы, в каком состоянии, оттягивается ли, удается ли поместить ручки. Когда вы расслабляете, получается ли красивый, надутый, ровненький животик. Да, даже если вы худенькая, даже если вы 40 килограмм весите, эта зона должна сильно хорошо оттягиваться. Это очень-очень важно, важно принципиально. И, дорогие девушки, что дальше делать с этим спазмом? Вот казалось бы, да, вот жевательная мышца, если она спазмирована, то у нас появляется брыль. Ну, неприятно, но ладно. Когда у нас спазмировано декольте, у нас опускается грудь, у нас ухудшается осанка. Да, неприятно, но ладно. А что у нас происходит, когда мышца, наша диафрагма, следующая, да, она опускается, а она, между прочим, крепится ко всем ребрам. Когда она опускается, она придавливает под собой все-все-все органы. И самое нижнее, к нашей тазовой диафрагме, к нашему полу, у нас оказывается матка и яичники. И получается, что диафрагма опустилась, осталась там, как у нас сохранилось напряжение вживательных мышц, и утром, и вечером, и днем, и ночью наши органы находятся под давлением. А матка больше всего, потому что она просто ближе всего ко входу, и она вынуждена просто опускаться в полость влагалища. И тогда нам гинекологи будут говорить, что у нас опущение первой, второй, третьей и четвертой степени. А казалось бы, а кто виноват? А виноват просто длительный стресс. А что такого? Я не обращала на это внимания. Массировала лицо, массировала декольте. А что диафрагма? У меня вот такой животик просто втянутый. И длительное состояние напряжения диафрагмы потихоньку приводит к опущению всех внутренних органов. Но первое страдает матка. А это болезненное ощущение во время полового акта, это дискомфорт в течение дня, это, собственно, все наши проблемы по-женски. Поэтому, когда ко мне приходит женщина с опущением, у нее абсолютно всегда, независимо от того, ей 30 или 50, спазмированная диафрагма. Спазмированная давно, потому что женщина ведет ответственный, активный образ жизни. У нее много детей, она на такой хорошей должности. То есть она привыкла быть в напряжении, в постоянном стрессе. И если там ей лицо, зубы, декольте простила, то диафрагма не простила. И мышцы тазового дна, естественно, тоже ослабевают под таким состоянием. Самая-самая, наверное, моя показательная работа в этом смысле, женщина, которая работает в правительстве, сильнейший спазм диафрагмы, соответственно, абсолютная слабость мышц тазового дна. И мы с ней несколько заходов пробовали заниматься. Это единственная девушка, женщина, которой я не смогла помочь, с которой мы не раскачали мышцы. Потому что настолько длительные и жесткие были спазмы. Я спрашивала, как она живет. На работе подчинение одни мужчины, правительственные дела, очень много ответственности, очень много переживаний. Тело настолько заблокировано, что нужно было больше усилий с ее стороны. Где взять эти силы, если их нету в теле? И, к сожалению, мы тазовое дно так и не смогли натренировать. И пришлось ей делать операцию. Напишите, пожалуйста, плюсики или сердечки, кому понятно. Кому понятно, про что мы сейчас говорим. Беременность влияет на состояние мышц тазового дна, но не влияет на диафрагму в этом смысле. Диафрагма должна быть хорошая, чтобы тужиться и родить малыша. Поэтому вы можете с лицом, со всеми остальными местами заниматься, как хотите. Но именно как специалист по женскому здоровью, я должна вас попросить диафрагму руками, банками, вакуумом, дыханием с животом расслаблять регулярно. Потому что вы себе просто не представляете, как улучшаете себе качество жизни в период постменопаузы, в климакс. Вы просто отодвигаете от себя эти неприятные проблемы, опущений, сухости, геморроя и так далее. Просто за счет того, что вы не накапливаете спазмы в диафрагме. Она у вас всю жизнь не выдавливает органы. И еще раз, чем более ответственная у женщины работа, или чем больше она характерологически, знаете, такая работа обычная, но человек сам по себе ответственный, все контролирует, все держит под контролем, или переживательный, кстати, такой тоже может быть. Если человек, он может быть вообще ничего не делает, но очень переживательный, то у него тоже будут спазмы, и это риск опущения органов. Вот мне хочется, чтобы вы сами и передали эту информацию мамам, мы всем, всех заставляли массировать диафрагму, и тогда гораздо меньше проблем будет с опущением органов, потому что ведь далеко не все знают, что опущение органов можно вот на наших курсах, на моих занятиях убрать не медикаментозным, вернее, не операционным способом. Там дальше операция, а это наркоз, ухудшение качества жизни и повторные операции в будущем. Поэтому стресс влияет на женское здоровье со всех сторон, но самое, не знаю, страшное и важное, это его влияние на диафрагму, потому что длительное напряжение диафрагмы будет нам приводить к опущению внутренних органов и слабости мышц таза у дна со всеми вытекающими проблемами. На любом моем занятии бесплатном, естественно, на курсе, девушки, кто у меня занимается на базовом курсе, не дадут соврать, я обязательно всем расслабляю диафрагму, чтобы потом сформировать поддерживающий аппарат и напрячь мышцы, подтянуть мышцы, потому что куда вы будете поднимать пол, если у вас потолок уже лежит на полу, и они вот так соприкасаются, нужно крышечку поднять и потом уже пол на место поставить. Всегда тренировка интимных мышц выполняется с расслаблением диафрагмы. У меня заканчивается зарядка, к сожалению, поэтому тему живота, вот этих слоев мышц, жир, фартучек, я подниму в другом видео, если вам это важно, и мы там разберем уже эстетику живота и вообще все эти важные моменты. Сегодня все-таки хотелось поговорить про как нам защищаться от стресса. И вот это самое важное. Мой курс из ревитоники содержит вакуум, поэтому он будет поднимать органы, в том числе. В 50 лет не поздно расслабить диафрагму. Срочно, срочно, Лариса, зарасслабляем диафрагму в 50 лет. Заказала стеклянные банки. Как иметь диафрагму расслаблять? Берем банки и вот так вдоль ребер двигаем движение. Отлично, супер. Итак, расслаблением диафрагмы и поднятием органов на место, курс упражнением наули, вы наверняка видели такую красивую выкатывающуюся колбаску, мы будем заниматься на продвинутом курсе по интимной гимнастике. Я приглашаю туда всех тех, у кого есть тренажер лазерный, кто, может быть, у меня уже занимался, вам будет полезно. Кто хочет присоединиться, но в таком групповом формате, который будет бюджетнее, чем индивидуальная работа. Индивидуальная работа, конечно, прекрасна и замечательна. Кто больше, кому больше нравится индивидуальная работа, я жду вас на онлайн-консультации. Кто хочет в группе с тренажером, серьезно расслабляя диафрагму и всасывая органы, укрепляя наши мышцы тазового дна, поднимая матку. При опущении мы всегда используем технику наули, потому что это самое сильное втягивание наших органов. Вот на продвинутом курсе мы наули будем учиться и работать тренажером, формируя хороший поддерживающий аппарат для органов. А всякие няшечки в виде сексуальности, оргазмичности, такие красивые формы половый куб, это будет приятным бонусом. Пост про это есть, поэтому количество будет ограничено из-за того, что я проверяю ваши домашние задания. Не переживайте, я вас обнаженными не увижу, все красиво и прилично. И да, имейте в виду, что количество мест ограничено, еще пять девушек могу взять, поэтому пишите, присоединяйтесь. Пишите вопросы здесь для того, чтобы можно было разбирать в постах, да, и напишите мне, нужен ли отдельный эфир про живот, талию и все такое. Пост будет точно, но может быть нужен эфир. Все, отлично. Очень рада, что вы у меня такие осознанные, глубокие. Вот. Слушайте мои занудные объяснения, вместо того, чтобы слушать какие-нибудь веселые рассказы о том, как нужно подмигнуть, куда подышать, представить, все будет хорошо. Это тоже все очень важно, но главное, успеть главное, а все остальное тоже прекрасно, если будет время. Но самое главное, как бы, сохранить здоровье, будет здоровье, уже будет и красота, и все такое остальное. Вот. Поэтому снимаем спазмы с мышц, триггеров стресса, это жевательная, это грудная и диафрагма, и будем красивыми, и прекрасными. Я вам обещаю красоту, молодость, сексуальное здоровье пожизненно, до 50, после 50, до 100, поэтому держитесь меня, будьте спокойны, мы будем красивыми, естественно, с минимальным использованием медикаментов и врачей, сексуальными, счастливыми женщинами. Поэтому я все для этого делаю, со всех сторон обучаюсь, для того, чтобы у вас были все инструменты понятные, четкие, чтобы вы были такими же, хочется сказать, такими же прекрасными, как я, но это уже ладно, это я шучу, все, такими же прекрасными, как вы сами. Вот. Ну, я довольна тем, что я хорошо сохранила лицо без инъекций к своему возрасту, вот, ну, как-то, как-то хочется вас вдохновлять этим. Ладно, целую, пока. Продолжение следует...